Александра показывает на свою кровать. Знаешь, что это такое означает? Папа смотрит. Кровать как кровать. Из икеи, двухэтажная. То есть спать нужно наверху, а внизу можно играть. А можно с кроватью играть. Как будто кровать это донжон, главная башня замка. Удобно же. Можно, наверное, за листья врагов высматривать. Это папа тоже уже знает. Но куда сейчас смотреть, он еще не понял. Что, говорит папа, куда смотреть-то? Ну вот же, говорит Александр, вот. И тычет рукой в бортик кровати. Точно. Он там зеленый лист приклеил. Этот лист вообще-то на стене приклеен был аппликацией. Но теперь Александр его оторвал и на кровать приклеил. Ага, говорит папа, зеленый лист. И что же он означает? Он означает, говорит Александр, он означает... Сейчас я немножко подумаю. Он немножко думает. Он означает, говорит Александр, что донжон не только изнутри защищается, но и снаружи. Потому что это что такое? Что, говорит папа? Лист, говорит Александр. А листья бывают где? На деревьях. А деревья бывают внутри донжона? Нет. А где они бывают, папа? Снаружи. Вот как все просто. Просто, говорит папа, ты в пижаму переодеваться будешь? Нет, а то уже спать пора. Да, сейчас, говорит Александр. Он залез на кровать, сел на подушку и рассуждает. В одной руке у него пижамные штаны, в другой плюшевый медведь. Там снаружи замка много-много деревьев есть. И мельница еще. И застав, где стражники сидят, рассуждает Александр. Хотят враги пройти к замку, а там что? Мельница или деревья, или застава со стражниками. Можно там пройти? Нет, не получится. Да уж, врагам трудно соглашается, папа. Пижаму надевай, а? А знаешь, кто это все построил, папа, говорит Александр? И кто же, говорит папа? Я, говорит Александр, вместе с еще одним рыцарем. С каким еще одним рыцарем, говорит папа? Ну уж не знаю, пожимать плечами, Александр. Я же всех рыцарей по именам не знаю. Он хоть хорошим был рыцарем, спрашивает папа. Кто этот рыцарь? Да, кивает Александр. Очень хороший. Умел всякие вещи делать, лестницу красить, например. Еще умел двери строить, и столы, и шкафы, и стены. И дома тоже строить умел. Это хорошо, соглашается папа. По пижаму. Да, говорит Александр, начинает носки снимать. Один снял и дальше рассказывает. У нас, папа, у рыцарей, было две машины. Две машины с этим... Как называется такая штука в доме? Какая штука, спрашивает папа? Такая, между камнями, говорит Александр. Чтобы дом не развалился. Или кладовка, чтобы не развалилась. А, говорит папа, цемент. Цемент называется. Да, так вот, продолжает рыцарь строить. У нас было две машины с цементом, чтобы все строить. И дома, и заставы, и мельницы. Все. А еще знаешь, чем машина была? С бетоном. Не только одна, потому что бетон только для домов нужен. Разве, говорит папа? Да, говорит Александр. Из бетона же пол делали в домах. А действительно, говорит папа. А еще, вы видите, на лошадях продолжает рыцарь. Очень быстро, потому что надо было ездить. Лошади очень быстро ездят. У лошадей, конечно, крыши нет. Это жалко. Но если дождик пойдет, ничего не поделаешь. Не бросать же работу. Потому что столько всего надо было построить. И магазины, еще и школу, и котов для катания на коньках. Так что мы приезжаем на лошадях, а потом на машины садились и все делаем. Асфальт, например. И стрелочки на дороге рисовали, чтобы видно было, куда ехать. И всякие такие дела. Такие дела, говорит папа. Если ты сейчас не переоденешься в пижаму, то я выключаю свет. Да, сейчас, говорит Александр, и начинает свой снятый носок на голову плюшевого медведя натягивать. Александр, говорит папа. Александр вздыхает. Почему всегда ночью нужно спать? Перегибает через бортик посмотреть на месторе зеленый лист. Должен быть хорошо защищен снаружи. Продолжение следует...